Третий крупный пожар за неделю и снова в микрорайоне Динос. Горел частный дом на улице Крылова. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели. Одна из версий – замыкание электропроводки. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в половину шестого вечера. Тушить огонь прибыли шесть экипажей. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Пламя могло перекинуться на соседние дома. В доме в момент ЧП находились несколько человек. Они успели выбежать на улицу. Напомню, это уже третий крупный пожар за неделю. Не обошлось без человеческих жертв. Известно об одном погибшем и двух пострадавших. Во всех случаях сейчас проводится проверка. Версии пожарных разные – от поджога до курения в постели. Проверские инспекторы решили усилить профилактику. Планируют проводить рейды, чтобы проверять состояние электропроводки и печей, а также напоминать жителям частного сектора о правилах пожарной безопасности. Причины возгорания на улице Крылова назовут в течение 10 дней. Загорелся двухэтажный дом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Участвовало 14 человек личного состава. В кратчайшие сроки пожара был потушен. Пострадавших, погибших нет. По пути к месту пожара на Диносе один из экипажей попал в аварию. С мигалкой и сиреной 10-тонная автоцистерна двигалась по кольцу, когда в нее врезался легковой автомобиль 12-й модели. Женщина-водитель легковушки объяснила приехавшим сотрудникам ГИБДД, что просто не заметила пожарную машину. Удар пришелся в переднее колесо грузовика, на нем осталось только несколько царапин. А вот у легкового автомобиля помялся бампер и разбились фары. Никто из водителей и пассажиров в этой аварии не пострадал. Пожарные даже успели на вызов. Напомню, они ехали в микрорайон Динос тушить горящий дом. Продолжение следует...